МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Борются за соблюдение правил. Помогают им в этом сотрудники экспертного центра движения без опасности. Сегодня у нас в гостях старший тренер центра Дмитрий Стебаков. Здравствуйте, Дмитрий. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Свои вопросы вы можете задать по телефону 8-495-508-86-84. Дмитрий, хотелось бы услышать несколько слов о центре движения без опасности. Как давно он работает и зачем был создан? Наш экспертный центр работает с 2007 года. Создан он как раз-таки с целью снизить наш дорожный травматизм. И первая программа, которую нам удалось реализовать, это программа «Пристегнись». Ведь как раз-таки, если вспомнить, 2007 год, наличие ремня безопасности, а еще пассажира, который сзади этим ремнем, сзади, подчеркнул, пристегнулся, практически нет. Прошло достаточно много времени, уже 10 лет с момента нашего открытия нами реализовано достаточно много федеральных проектов. Мы работаем практически со всеми слоями населения, начиная от маленьких детишек и кончая уже со всеми бабушками и дедушками. И работаем со всеми практически. С кем сложнее работать? Наверное, скажу вам так, сложнее работать с пенсионерами. Ведь именно пенсионер зачастую, нарушая правила перехода, подчеркнула перехода, мотивирует свое нарушение правил тем, что здесь короче и ближе пройти, не думая о том, что детишки, идущие со школы, видят, как это делает бабушка. А если же бабушка так делает? Да, через какое-то время делают так же и они сами. А очень бабушке сложно объяснить, что именно нужно дойти до централизованного пешеходного перехода и там осуществить переход. Она действует по принципу «здесь короче я пройду». А что касается водителей? Вот по статистике, какие водители чаще попадают в ДТП? Неопытные чайники, так называемые, или те, кто уже считает, что у них опыт есть, ну, соответственно, можно и подрасслабиться? Хороший вопрос. Ну, вспомните себя, да и большинство, наверняка, наших телезрителей вспомнят, как проходили их первые годы, так называемые, водительской жизни, да. Первый год мы ехали все в нем внимании, видели все знаки. Сделайте погромче музыку. Главное, помнили, что эти знаки значат. Какая музыка громко, я еду, но прошло время, он разговаривает по мобильнику, я так тоже могу, со мной ничего не произошло. К сожалению, так скажем, группа риска – это водители со стажем от трех лет, потому что, вот, я говорю, что привычки из общества быстро перетягиваются и начинают все так ездить. Мужчины, женщины? Без разницы, без разницы. С 2007 года работает экспертный центр движения безопасности. Вот есть у вас какая-то статистика, может быть, цифры, например, по этому году или, может быть, по прошлому году? Что у нас с аварийностью на дороге? Ну, хочу сказать, что на сегодняшний день мы сейчас реализуем программу «Повод для обгона», как раз-таки, которая способствует снижению именно выполнения такого маневра, как авгон. И что хотелось бы сказать по статистике, с января по март 2018 года именно выезд на полосустречное движение в Московской области произошло порядка 88 ДТП, подчеркну это с января по март статистика, из которых погибло 38 человек и раненых 155. Для телезрителей, наверное, хотелось бы сказать, что 155 человек раненых – это та группа людей, которая попала в период времени до 30 дней. Забегая сразу вперед, хотелось бы сказать, что сколько у нас людей, которые в эту статистику не попадают, которые печально закончили на 31 день, либо остались последствиями инвалидами. К сожалению, вот такая вот статистика, именно связанная с выездом, подчеркну, на полосу, связанной с полосой встречного движения 88 ДТП. А вот с 2007 года как ситуация на наших дорогах поменялась, по вашему мнению, и поменялась ли она? Ну, опять же, да, давайте вернемся с того, с чего начали с 2007 года с нашей акцией «Пристегнись». На сегодняшний день водители у нас, если посмотреть в реалии в город, да, практически все ездят пристегнутыми. Двигаясь сюда на эфир, обратил внимание водитель такси, забирая маму с ребенком, посадил ребенка в детское удерживающее устройство. Опять же, в 2007 году мы еще пока даже не говорили о наличии детского удерживающего устройства, и так массово об этом не распространялись, что хотелось бы тогда, на тот момент. Но вот все-таки 10 лет прошло, да, на сегодняшний день у нас культура вождения, считаю, все-таки подросла за 10 лет, и ремней безопасности, и аварийки, как говорится, поморгают, все-таки приходит в наше автомобильное общество «Разум». Социальная компания «Движение безопасности», ну, собственно, там мы с вами и познакомились, в Одинцово, оно, это мероприятие прошло в военном госпитале. В начале мая я предлагаю вспомнить, как это было. Каждый третий житель столицы идет на обгон, несмотря на погодные условия, в дождь, снег и туман. При этом четверть опрошенных водителей не останавливает даже присутствие в салоне детей. Это данные соцопроса, которые провела госавтоинспекция в рамках социальной кампании «Повод для обгона». О тонкостях опасного маневра эксперты Центра движения безопасности рассказывают регулярно. На этот раз мероприятие прошло в госпитале РВСН. Дистанцию считают в секунду. Кто-нибудь слышал об этом? Да. Вне зависимости от скорости времени есть возможность отрегулировать свою дистанцию. Три секунды. Как это посчитают? Впереди идущий автомобиль едет. На дороге есть масса неподвижных объектов, от которых можно произвести отчет. Впрочем, на встрече в рамках социальной кампании не ограничились только темы обгона. Обсудили и другие распространенные причины дорожно-транспортных происшествий. Рассказали, как правильно перевозить детей, как правильно перевозить пассажиров. Какие бывают виды обгонов. Где можно обгонять, как можно обгонять. Можно ли вообще обгонять. Была затронута тема безопасности находящихся сзади пассажиров. Ведь очень часто именно люди, так скажем, в критерии возрастном за 50 лет страдают тем, что не пристегиваются сзади. Лично я могу вам сказать по своему опыту. У меня мама долго была противником ремня безопасности. Но все-таки как бы тенденция идет наверх. И мама теперь моя пристегивается. Я надеюсь, что большинство сидящих сегодня здесь в зале тоже те знания, которые им передал, будут использовать. Социальная кампания «Повод для обгона» уже завершилась. В 16 регионах России подходит к концу она и в Московской области. Но борьба за безопасность на дорогах на этом прекращена и не будет. Можно чуть-чуть забежать вперед, сказать, что у нас есть такая вещь, как культура вождения, которая, к сожалению, страдает в нашей стране. Мы хотели бы тоже ее чуть-чуть увеличивать. В 2017 году в России произошло более 15 тысяч ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения. Почти 5 тысяч человек за непродуманную попытку обгона заплатили собственной жизнью. Поэтому прежде чем приступить к выполнению опасного маневра, стоит тщательно взвесить все за и против. В прямом эфире телекомпания Одинцова программа «Актуальное интервью». И сегодня мы вместе со старшим тренером экспертного центра движения безопасности Дмитрием Стебаковым говорим о безопасности дорожного движения и о поводах для обгона. Дмитрий, а какие поводы для обгона могут быть? Ну, какие могут быть поводы на обгоне, когда я двигаюсь из точки А в точку Б? Естественно, я как водитель получаю мгновенную выгоду. Я переезжаю впереди идущий автомобиль. Я двигаюсь дальше, мое движение не останавливается. Но если все-таки вернуться к термину обгона, хотелось бы вспомнить, что до недавнего времени не было у нас такого понятия обгону. И если взять опыт европейских стран, фраза «обгон справа» в Европе звучит… Они не понимают, что это. Они не понимают, о чем мы говорим. У нас сейчас сдали четкое определение. Обгон – это всегда маневр, связанный с выездом на полосу встречного движения и возвращение обратно в свой ряд. А опережение – это опережение. Соответственно, можно четко понять, что на МКАДе обгон, в принципе, невозможен. Можно осуществить только опережение. То есть даже и по обочине справа это все-таки тоже будет опережение? По обочине справа, естественно, это будет уже не опережение. Это будет нарушение правила выезда на обочину. Но, к сожалению, опять же, у нас водители страдают именно тем, что в летний период времени, двигаясь на дачу, зачастую объезжают по обочине. Естественно, это не выезд на встречку. Но этот маневр, я думаю, многих водителями, я думаю, как водителями многие сейчас поймут, раздражает, когда ты стоишь в облаке пыли и наслаждаешься тем, что кто-то едет, а ты стоишь. К тому же это опасность для пешеходов, правильно? Насколько я понимаю, вот это движение по обочине, его никто не ожидает? Ну, естественно, его никто не ожидает. Вот из личного опыта сейчас начали устанавливать такие пластиковые столбики, да, на обочине издалека они смотрятся как бетонные. Естественно, такие вот горе-водители уже задумываются о выезде на обочину. Ну и плюс, естественно, не видно пешеходов за... Много минусов можно найти при такой езде. И хочется отдать должное нашим водителям. Буквально недавно такие же автомобилисты в пробке, в общем-то, ботечникам, как называют их сотрудники ГИБДД, проехать не давали. Да, абсолютно точно могу сказать. Сейчас ситуация практически в корне поменялась, да, все-таки мы стали цивилизованным обществом. Ну а если вернуться к обгону, да, то именно зачастую этот маневр характерен тем, что находясь долгое время в городской среде, в пробках, в пятницу нам хочется, естественно, побыстрее добраться на дачу и выбираясь из города, да, водитель как раз-таки получает вот эту вот мгновенную выгоду, обгоняя впереди идущий автомобиль, не задумываясь о рисках, которые могут быть. Ну и второй момент, это уже непосредственно сам подъезд к даче, уже вот она буквально рядом, я сейчас приеду, идут на осознанные риски. Какие условия водителю необходимо соблюсти, чтобы обгон был безопасным? А сколько он может быть безопасным? Ну, большинство водителей у нас, к сожалению, используют так называемый маневр обгона, когда достигает впереди идущий автомобиль, фактически упираются в него, снижается скорость движения и начинается так называемая равномерная раскачка автомобиля с целью посмотреть, кто там впереди, есть ли возможность его обогнать. Когда вот такой водитель горе понимает, что есть возможность, он, прошу, вываливает на встречку, включается пониженное, куча времени проводится на полосе встречного движения, когда уже вот эта встречка, встречный автомобиль находится на пути его следования, то как раз-таки эти два горе-водителя встречаются в одном месте. есть именно не умение, так говорится, пользоваться вот этим маневром. У нас есть такой прекрасный инструмент, как дистанция, используя инструмент дистанции, мы можем, не вываливая на встречку, производить осмотр дороги, как раз-таки плюс тут и ширина полосы позволяет у нас, если что, самые широкие дороги в мире. В Москве, вы знаете, сделали из пяти полос шесть, просто сузили ширину полосы, но, как известно, у нас едут семь полос. У нас умеют. Но, тем не менее, дистанция является ключевым фактором при выполнении маневроглана. Вот каким образом с помощью определенной дистанции выяснить безопасность? Здорово, да, когда у нас есть инструмент, которым можно пользоваться. Вот о чем я хотел сказать, что дистанция, как ее посчитать? Посчитать ее можно вне зависимости от скорости, во времени. Будь то скорость у нас 60 км в час, будь то скорость у нас 90 км в час. Есть инструмент у водителя контролировать дистанцию впереди идущей машины. Каким образом? Временным участком. Три секунды. За три секунды наш с вами человеческий мозг успевает понять, что впереди происходит экстренное торможение, срабатывает команда «Я хочу жить», нога переносится с педали газа на педаль тормоза, мы останавливаемся и не теряем кучу времени на ожидании сотрудников ГИБДД, составления протоколов и так далее. Главное, мы остановились, времени потеряли. Это три секунды. Как посчитать, впереди идущая машина проезжает столб, любой неподвижный объект на дороге. Фонарный столб проехал, мы сзади едем и считаем. 221, 222, 223. Как только наш автомобиль поравнялся с этим столбом, вот она дистанция в 3 секунды. Пока мы говорим три слова, приходит примерно одна секунда. Но я так понимаю, что вот эта схема хороша не только для обгона, но и, в принципе, для безопасной езды. Да, естественно, это три секунды – это минимальное время, ну, то есть идеальные условия, идеальная погода, сухой асфальт, отличная резина. Как только у нас пошел дождь, снег и так далее, плохие погодные условия, мы добавляем к нашей дистанции в секунду. Этот классно работает в городской среде, особенно в пробках. Нам часто всем приходится двигаться по территории Москвы. В частности, Московская область тоже страдает обилием заторов. Водителям, использующим механическую коробку передачи либо автомат, я рекомендую воспользоваться этим инструментом. Три секунды дистанции позволяют спокойненько двигаться в пробке. Подсказкой будет, что дистанция недостаточна – это синхронное срабатывание тормозов впереди идущей машины и вашей ноги. То есть, впереди идущая машина попала в яму, ну, и вы следом за ней. Для вас подсказка. Дистанцию необходимо увеличить. Если три секунды – все прекрасно. Вы даже в пробке начинаете медленно двигаться, не останавливаться. Это комфортно не только для водителя, но и для пассажиров. После встречи в военном госпитале к вам подходили люди, задавали вопросы. Вот так, по статистике, наверное, часто задают вопросы одни и те же. Какие? Вы знаете, на самом деле вопросы задают не одни и те же. Все зависит от тематики разговора. Тематика разговора в госпитале у нас началась с пассажирской безопасности. И в процессе мы обсудили как раз-таки проблемы непосредственно водительские. Вопросы были такие у пожилых, так скажем, врачей. Какие можно быть дать рекомендации своим пожилым пациентам, которые пользуются, например, общественным транспортом? Очень часто в Москве, да и вообще в местах, где достаточно много транспорта, происходит так называемые печальные наезды на пешеходов, стоящих на остановке. Резонансных событий достаточно много. В таком случае я говорю, что ты как пассажир можешь себя обезопасить тем, что если ты встанешь и по ходу твоего взгляда, соответственно, направление встречного потока, стоял фонарный столб. Это уже как минимум тебя обезопасит вот от такой вот печальной ситуации. Также прозвучали ряд вопросов, связанных с детских удерживающих устройствами. Именно как закрепить на наших советских автомобилях, так скажем, русских автомобилях, что такое крепление изофикс, не все у нас, к сожалению, до сих пор знают. Вопросы были связаны с транспортировкой, первой транспортировки младенца из отделения, где выписывают, непосредственно до дома. И как советуете транспортировать новорожденного? Ну, если вспомнить, да, вот мою личную транспортировку, да, я у мамы спрашивал. Естественно, никакого детского удерживающего устройства не было, в руках меня держали. Кошмарно, конечно, сейчас это вспоминается. Но, тем не менее, да, сейчас современные производители детских удерживающих устройств уже позволяют приобрести молодым родителям конверт специальный для, как раз таки связанный именно для того, чтобы грамотно ребенка зафиксировать и перевезти в автомобиле из места выпуска до дома. Очень много, раз мы затронули с вами тему детских удерживающих устройств, нередко перед родителем стоит вопрос, что приобрести ребенку? Детское кресло, бустер или адаптер при мне безопасности? Ну, до недавнего времени, опять же, не было четкой градации по детским удерживающим устройствам, да, и ребенок в возрасте 9-10 лет уже ростом выше, чем я, но по правилам должен был находиться именно в кресле. И за что сотрудники госавтоинспекции могут выписать штраф. Сейчас все-таки сделали четкое понимание, что если такой ребенок вырос большой, но не достиг возраста, то он может находиться просто на заднем сидении автомобиля, быть пристегнутым. Это с 7 лет, кажется, можно практиковать. Да, совершенно верно. То, опять же, и здесь уже у родителей есть, как говорится, выбор, либо купить ему бустер, либо просто пристегнуть его ремнем, либо использовать детское удерживающее устройство. Одно другому не мешает, а даже, в общем-то, скорее помогает. Ваше мнение по поводу адаптеров ремня безопасности. Кто-то говорит, что в Европе вообще про такое не слышали, потому что к безопасности это отношение не имеет. Это скорее, чтобы избежать штраф от сотрудника ГИБДД. На сегодняшний день так называемый вот этот адаптер FEST, он у нас запрещен. То есть я не рекомендую его использовать в качестве удерживающего устройства. Он таким не является, и было проведено ряд исследований. Имитировали дорожно-транспортное происшествие с таким адаптером, и использование данного адаптера наносит травму ребенку в брюшной полости. То есть от этого совершенно не легче. Все-таки это на сегодняшний день уже это не спасет ни от сотрудника госавтоинспекции, ни от дай бог такого происшествия. И слава богу, потому что все-таки вопросы безопасности всегда должны быть в приоритете у родителей. Кстати говоря, по опыту съемок, сюжетов на тему детской безопасности, детских удерживающих устройств, сейчас хочется отметить другую тенденцию. Дети действительно ездят в удерживающих устройствах, но не пристегнутые. Это точно так же нарушение, потому что, насколько я помню, в правилах прописано, что ребенок должен быть зафиксирован. Да, абсолютно верно вы говорите. Тенденция у нас пошла, мама с папой покупали этих дерзких удерживающих устройств, а пользоваться ими не все умеют. Все-таки у многих, к сожалению, в нашей стране бытует миф, что непристегнутый человек может спастись в случае ДТП. Ребенок-то, я думаю, точно не спасется при непристегнутой, поэтому все-таки это грубейшее нарушение. Здесь в этом плане мы ведем, работая с родителями, реализуя, опять же, программу, федеральную целевую программу. Мы работали с родителями, рассказывали о том, как нужно правильно пристегивать, какие проблемы вообще случаются с детскими удерживающими устройствами в процессе их эксплуатации. Как раз-таки мы с вами незадолго до эфира говорили про то, что достаточно много пассажиров, сидящих сзади, кладя в свой карман монетки рублевые и двухрублевые, они незаметно у нас в силу конструкции автомобиля из кармана выпадают на заднее сидение, зачастую сидение эти темного цвета монетки, это не видно. А любой незакрепленный предмет в автомобиле для ребенка – это игрушка. Ему же скучно. Эти монетки активно опускаются в замки, вот как раз-таки ремней, и впоследствии рождаются вот такие вот легенды. Что ремень – это, в общем-то, не совсем добро. На самом деле, это все не так. И пристегнутые должны быть не только дети в машине, ведь правильно? Все пассажиры, находящиеся в транспортном средстве, должны быть пристегнутыми. 90% случаев, 95% случаев ремень спасает. А проводят ли экспертный центр движения безопасности какую-то работу с пешеходами? Вот мне кажется, тоже такая очень интересная категория участников дорожного движения. Да, незадолго до старта программы «Повод для обгона» мы реализовали программу «Сложности перехода», где как раз-таки мы работали с пешеходами. Мы не призываем к тому, чтобы ввести ответственность жесткую для пешеходов. Ведь, приехав сюда, запарковав здесь свой автомобиль, я уже стал фактически пешеходом выше, выйдя из него. Мы призывали все-таки к наличию разума в голове. Мы говорили о том, что, переходя дорогу, у нас с вами, как и у водителей, так же, как и у пешеходов, нет инструмента определить скорость надвигающего на нас транспортного средства. Мы не знаем, сколько он едет, 40, либо 50. Мы призывали пешеходов к тому, что все-таки пешеходу остановиться проще, нежели автомобилисту. У нас бытует такое мнение, что, знаете, ни столб объедет, ни фонарь отойдет. Поэтому, все-таки, выходя на пешеходный переход, мы говорили о том, что автомобиль – средство повышенной опасности. Посмотрите налево, потом направо, затем еще раз как раз-таки налево, чтобы понять… Желательно, без наушников и капюшона. Естественно, не используя при этом наушники и капюшон. Да и вообще, говорили о том, что сейчас это особенно актуально. Поехали у нас двухколесные транспортные средства и средства, так называемые, новые средства передвижения. Сигвей, мопеды, вот эти вот все электрические вещи. Гироскутеры всевозможные. Гироскутеры. Этим людям мы также говорили о том, что, во-первых, нужно использовать защиту. Во-вторых, если ты на пешеходном переходе, то ты пешеход. Пешеходный переход от слова, естественно, пешеход. У нас многие дети, по примеру, опять же, к сожалению, родителей, велосипед. Вот, через пешеходный переход не провозят рядом с собой, а едут на нем. Вот, эту работу мы тоже ввели непосредственно с водителями транспортных средств. Но водители, тем не менее, все же обижаются, что если что нарушил водитель, ему тут же быстренько штраф выписали. У него же всегда есть с собой водительское удостоверение, он обязан его предъявить. А если нарушает пешеход, то паспорта у меня нет, ничего не знаю, инспектор ГИБДД не будет вести в участок, чтобы установить личность. Ну да, потом на оберобной плите напишут, зато я был прав. Собственно, да, водители, мы забыли, к сожалению, что автомобиль – это средство повышенной опасности. И мы, не дай бог, с этим понятием сталкиваемся, находясь в суде. Ведь в правилах дорожных движениях нет понятия такого, что автомобиль – это средство повышенной опасности. А это на самом деле так. Собственно, поэтому мы и говорим, что автомобиль, пешеходу проще остановиться, нежели автомобилисту. Ну давайте все-таки, конечно, истинно прописные, но тем не менее скажем, как правильно переходить дорогу. Пешеходный переход есть, это не значит, что ты не глядя побежал через дорогу, правильно? Естественно, подходя к пешеходному переходу, первое, что нужно сделать – посмотреть налево, затем направо, если автомобиля нет, еще раз налево. И дальше мы осуществляем переход. Если так случается, очень часто я такой пример привожу с детьми. Мы стоим на пешеходном переходе, и я говорю, ребята, тот самый пешеходный переход, по которому мы с вами каждый день проходили, сегодня не работает. И машины едут одна за одной, туда-сюда, туда-сюда. Как же быть, собственно, как нам перейти дорогу в таком случае? Есть такое понятие, как пешеход должен быть заметен и понятен. Я думаю, здесь сложно согласиться. Мы в этом случае, если не работает светофор, поднимаем руку вверх, тем самым, говоря водителю, что мы хотим осуществить переход. И, естественно, дожидаясь, пока водитель остановится в одном ряду, дожидаемся остановки в следующем ряду, только после этого доходим до середины дороги. Также хочется сказать, что на пешеходном переходе пешеход должен быть заметен и в ночное время суток. Это как раз-таки использование световозвращающих элементов. У нас по этой тематике тоже была отдельная программа, которая называлась «Засветись». Сейчас ряд изменений в правил дорожного движения было внесено. Теперь каждый водитель должен в случае вынужденной остановки носить светоозвращающий жилет. Вообще здорово, когда есть у пешехода на одежде светоозвращающий элемент. Не только у ребенка. Не только у ребенка. Ну и вообще у всех, в принципе. Ведь сейчас стало это актуально, потому что листочки на наших деревьях с вами распустилось, глазу приятно. А двигаясь в темное время суток, пешеход становится практически незаметным. Поэтому в темное время суток. Да и вообще здорово, когда есть светоозвращающий элемент на одежде. Дмитрий, вы затронули тему двухколесного транспорта. Проводите ли вы работу с этой категорией участников дорожного движения? Ну, конкретно с водителями мотоциклистов у нас такого пока опыта нет. Но я думаю, скоро в дальнейшем будем. Мы активно сотрудничаем с рядом мотоциклетных клубов. Активно работаем с двухколесным транспортом, в частности, велосипедное движение. Проводили компанию как раз-таки с велосипедами. У нас есть федеральная целевая программа «Компания навстречу безопасности», где как раз-таки мы детишкам нашим маленьким рассказываем о том, что нужно при катании на велосипеде использовать шлем. Потому что голова у нас при случае падения страдает в первую очередь. Ну и, естественно, наличие остальных элементов защиты перчатки на локотнике, на коленнике. С мотоциклистами мы работаем в ряде того, что проводя беседы просто с водителями. Ведь большинство из нас имеет две категории, а кто и три и так далее. Ну, кто-то вообще в все категории, как я, например. Говорим о том, что не забудьте при нажатии на педаль тормоза опустить свой взгляд назад. Смотреть не только по максимуму далеко вперед, но и по максимуму далеко назад. Особенно это касается движения на МКАДе, мотоциклетные движения активно на кольцах. Ищите глазами мотоциклиста. Не могу не спросить, Дмитрий, у вас все категории часто нарушаете? Ну, как я повторюсь, я человек, человеком свойственно ошибаться. Стараюсь не нарушать правил дорожного движения. Если это происходит, то, опять же, говорю, что я себя после этого венюю. Совесть мучает. Естественно, да, штрафы все оплачиваю. Стараюсь все-таки не нарушать. И ездить как положено. В сюжете мы услышали, что теперь Центр движения безопасности примется за культуру вождения. Вот как вы считаете, во-первых, что такое культура вождения и над чем именно стоит поработать? Ну, понятие культуры вождения достаточно обширное. Это и такой момент, как восприятие сотрудников госавтоинспекции нашими гражданами, да, стоящих на дороге. Это тоже культура общения непосредственно с инспектором. Многие у нас водители считают все-таки, что лучше я выясню причину остановки и так далее, и так далее. Создам прецедент конфликтный, потрачу свои нервы, потрачу нервы сотрудниками госавтоинспекции. Культура вождения – это не только общение с инспекторами, это общение и внутри так называемого автомобильного сообщества, это и сигнализация, подача аварийной сигнализации, да, это и какие-то другие жесты коммуникации. Ну, самый старый жест коммуникации – это подача в два раза дальнего, да, сигнализирующаяся другим водителям о том, что там стоят сотрудники госавтоинспекции. Теперь у нас ничего этого нет, у нас есть камеры, мы фактически с вами остались на дороге одни, и теперь нужно налаживать и коммуникацию между друг другом. Повторюсь, в Москве у нас все-таки культура в мегаполисе чуть-чуть выше, нежели, может быть, я сейчас обидно скажу, да, по сравнению с другими регионами, но все-таки Москва – это такой регион, который ездит сам в другие регионы. Кто-то ездит и за границу, и в Европу, и в Соединенные Штаты, и эту культуру из ихнего вождения стараются привнести в нашу. В частности, отношение к алкоголю, да, ведь у нас в стране это, как известно, ноль промилля, да, я считаю, что это тоже элемент культуры вождения. В ряде европейских стран позволительно сесть после сиеста за руль. У нас, для наших телезрителей, напомню, что у нас ноль промилля действует, поэтому… Нельзя после сиеста за руль. После сиеста у нас, опять же, сиеста нету, но… Но наши граждане умудряются ее организовать. Тем не менее, да, у нас достаточно примеров, у нас менталитет, к сожалению, не пробивной такой, но, тем не менее, культура в нашей стране растет, это и пристегивание сзади, и детские удерживающие устройства, это все то, о чем мы с вами сейчас, простите, поговорили. То есть, медленно, но верно, мы все-таки, надеюсь, однажды придем к тому, что движение на наших дорогах будет действительно безопасным. Дорогие телезрители, не забывайте правила одним для всех, и для пешеходов, и для водителей, и для мотоциклистов. Давайте уважать друг друга. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на канале ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok